Семья – основа государства и угрожает ей злоупотребление жителями страны алкоголя. К такому выводу пришли делегаты регионального отделения Союза женщин России. На конференции, посвященной этой проблеме, активистки в выступлениях затронули различные аспекты темы. Основной фактор – вред здоровью. Смертность по причинам, связанным с алкоголизмом, в основном среди мужского населения, очень велика. Вы только вдумайтесь, 30% людей трудоспособного возраста умирает от причин, так или иначе, связанных со злоупотреблением алкоголя. Это и ДТП, это и суицидальные какие-то попытки, это и те необратимые заболевания, которые связаны с отравлением организма алкоголем. С этим обязательно надо что-то делать. Бороться с зеленым змеем необходимо и на законодательном уровне. Активистки вышли с инициативой провести социологический опрос, чтобы узнать мнение жителей о правилах ограничения времени и места реализации алкогольной продукции. По мнению делегатов, если на полках на всеобщем обозрении не будут стоять бутылки, продажи спиртного упадут. Наши делегаты высказывали самые разные, полярные мнения. Кто-то предлагал ограничить реализацию алкоголя 14 часами, как было когда-то в далекие советские времена, которые мы еще помним. Кто-то предлагал снять все ограничения, как мера, которая вредит легальному обороту и стимулирует нелегальный оборот алкогольной продукции. Самые разные мнения. Поэтому женщины решили, что определить порядок реализации должны не чиновники, порядок реализации должны определить люди. Шанс такой ивановцам предоставится на выборах губернатора 14 сентября 2014 года. На избирательном участке можно будет заполнить бланк с вариантами временных ограничений продажи алкоголя. Окончательное решение, но с учетом мнения общественности, примут областные парламентарии в осеннюю сессию. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.